Добрый день, уважаемые! Сегодня очередной выпуск дневника моего аквариума и сегодня я хочу поговорить о сомиках-анциструсах, сомиках-прилипалых, очень распространенных, которых многие очень любят, в том числе и я. Я их когда-то давно, уже полгода прошло, купил целых шесть штук, с горячей анадоблакыш поменьше, но дело сделано. В зоомагазине они были тогда сантиметра, я думаю, по четыре размером, пол был неясен, были они все примерно одинаковые, они хорошо прижились у меня в аквариуме, стали расти, у них появились половые различия, вроде как там три самца и три самки, так удачно совпало. Один самец, альфа, а вот то, что вы сейчас видите, это самка с тяжелой судьбой, ее побили, свои же анциструсы, отгрызли у нее хвост, и она вся была в болячках, там грибковые заболевания были. В общем, я ее отсадил в изолятор, лечила там дезинфицирующими и фунгицидными средствами, наверное, месяц, не меньше. Вроде у нее все эти пятна прошли, она немножко успокоилась, я вернул его, сейчас у нее, можно видеть, потихонечку отрастает хвост. Кстати, хвосты, как видите, у анциструсов, ну, по крайней мере, в этом случае, отрастают. Вот, да, вот, то, что вы видите в пузырьке, это углекислый газ долетает до этого места, то есть это не грязь, не муть, это просто совершенно нормально. Вот, выросли анциструсы, среди них вылился, выделился один самый крупный самец, самец альфа, который абсолютно, ну, что называется, держит шишку в этом аквариуме, его никто не трогает, хотя он, в принципе, не сильно агрессивен, но иногда он самочек гоняет. И вот, днем они сидят где-нибудь или же на фильтре, вот, возле фильтра, как видите, прилипла одна анциструсиха, либо сидят в укрытиях, там укрытия более чем достаточно. Вот, видите, вот этот вот грот искусственный, в нем две с небольшим, да, практически две недели назад совершенно случайно я обратил внимание на какую-то странную, такую черную креветку, присмотрелся, поснимал, и оказалось, что это никакая не креветка, вот вы видите ее фотографию, это маленький малек анциструса, то есть он уже не совсем малек, мальки анциструсов оранжевые, там, с, и, с этими, с, желтковыми мешками, это уже черный, то есть это, как бы, рыба, но еще молодая молоть, вот, она очень скрытная, я не знаю, один этот малек выжил или больше, вот, прошло две недели, я не видел ни разу, хотя жена подсмотрела один раз, буквально позавчера или вчера рано утром я увидел вот здесь, вот здесь вы на фото видите, чуть повыше, как оно выглядело в натуральную величину, а чуть пониже я увеличил, то есть видно, что это абсолютно анциструс анциструс, только он еще маленький, где-то я думаю, что здесь он размером под сантиметр, там, 9 миллиметров, может быть, 10, я точно не мерил, это сложно, вот, я никогда не занимаюсь целенаправленно разведением рэп, потому что разведешь, потом совершенно непонятно, как быть с мальками, раздавать сложно, выбрасывать жалко, и вообще убийство, это нехорошо, но вот что выросло само, то и слава богу, вот, возлещи на переднем плане, вы видите, самца анциструса, небольшого, слева от него самочка, и вот это тот самый грот, где даже больше уже одного раза появлялся малек, или мальки, больше одного малька я не видел ни разу, поэтому, я не знаю, это тот же самый малек, или же их может быть несколько, но вот здесь вот видны кадры, когда я покормил анциструсов таблетками для сомиков, и, в общем-то, они занимаются ими, таблетками, я имею в виду, вообще анциструсов не просто фотографировать, они, во-первых, предпочитают ночной образ жизни, во-вторых, ну, например, альфа, он очень пугливый, вернее, как, если подходишь, смотришь глазом, он, в принципе, нормально реагирует, но если подойти с камеры, он очень боится камеры, он почти всегда, мгновенно убегает, поэтому снять его, да еще и крупным планом, это тоже задача не из простых. Вот еще одна самочка анциструса тут сидит, собирает чего-то со стенок, и вот там вот виден хвост еще одного анциструса, который где-то в глубине, но там совершенно уже не ясно, что и где, а вот здесь вот картина утренняя, четыре анциструса, облепили вход фильтра, там хорошее течение, они, в принципе, любят течение, проносят кучу интересных вещей, в том числе съедобных, и вот они сидят в таком, в кайфе, и собирают то, что может пригодиться в хозяйстве, или то, что можно съесть. А вот здесь вот уникальный кадр, мне удалось поймать анциструсальфу, вот видите, у него рога такие развесистые, вообще такие развесистые рога, это яркий признак самца, и причем, чем более они длинные и развесистые, тем выше статус этого самца. Вот это альфа, это господин альфа, к нему без поклонов ходить не положено, и как-то он утратил бдительность, и позволил мне себя отснять. Альфа дорос уже, ну, я думаю, где-то приближается к 15 сантиметрам, который для обычных анциструсов в аквариуме считается максимумом. Мы со страхом думаем о том, что будет, если он вырастет еще, но, видимо, уже не вырастет еще, и как бы нас вполне устраивает, потому что, честно говоря, здоровая получилась рыбина, значительно крупнее, чем все остальные. Ну, а в общем-то, вот такой вот небольшой выпуск про анквариум, про анциструсов в нем. Я надеюсь, это было не слишком скучно. Пожалуй, что мы на этом закончим. Оставайтесь с нами. Вы, как обычно, на правильном канале. Спасибо. Спасибо.